Приветствую вас, друзья, на своем растительном канале Анна Перматова. И сразу хочу сказать, живу я в Сибири, в Восточной Сибири, Тайшетский район, Иркутская область. И у нас уже осень, прям реальная осень. Хочу сказать, что мы вообще не успели нынче даже полюбоваться своими цветочками. То, что вы видите на заднем плане, это такие у меня нынче бегонии. Это вот, ну капец, какие страшные. Собственно, я вам ни одного видео о них нынче и не показала, и не рассказала. Ну, что делать? Лето-то практически все. Нет. На улице серо, пасмурно, такой дождик, не дождик, какая-то такая мурость, мурость противная. Сегодня у меня такая важная работа. Я хочу сделать все-таки срезку черенка, пока еще это возможно. Вот мои колиусы, о них я вам показывала. Есть еще пара грядочек. Поэтому сегодня подробненько о колиусах, ну и немножечко вам все-таки покажу. Ну, не похвастаюсь, но расскажу, как оно есть на самом деле. Ну, что там говорить. Если такое лето, если так все выросло, ну ничего не поделаешь. Так бывает. Для срезки черенков я беру просто корзинку. И снимаю черенок. Знаете, лучше всего в любое время, в любой год, как получилось, не получилось, срезать вот эти крупные макушечные черенки. Дело в том, что они были у нас под солнцем. Вот в чем их фишка. Они были у нас под самым ярким солнцем. То есть все пигменты у них вот самые такие, какие есть. Да, очень хорошие. Потом у них практически такой, ну, вызревший что ли. Но это не совсем верно. Но такой крепенький, хороший, толстенький стволик. Обязательно есть пазушные побеги. Вот я беру вот такие, не совсем, не высокие череночки. Этого хватит. Потому что впереди у нас еще осень длинная, потом еще зима. И растения успеют. Лучше я возьму, например, три черенка из этого сорта и посажу их в разные три стаканчика. Чем я буду, например, стараться и как-то вот некоторые говорят выкапывать колеусы, сажать по горшкам. Нет, я этого никогда не делаю. Я лучше сниму свеженькие черенки. Причем всегда нужно успеть это сделать до развития заболеваний. Потому что фитофтора у нас не дремлет. Погода пасмурная, сырая, дождик. По ночам вообще холодно, меньше 10 градусов. Меньше плюс 10, вы понимаете, да? Вот это самое время. Вот еще один. И сейчас покажу вам еще какие бывают череночки. Вот такие, пазушные. Вот которые, вот они оттуда, изнутри. Вот такие. Но они гораздо проигрышнее, что ли. Посмотрите, он затенялся. Он затенялся. И он такой. Он, конечно, будет. Он будет. Я не спорю. Он приживется. Все. Но крепче все-таки растения получатся. Кустики. Вот из этих макушечек. Ну, в общем, если совсем растешечка маленькая. Вот как здесь, например. Кустик совсем у меня маленький получился. Ну, тут уже особо выбирать не из чего. Возьмем то, что имеется. Ну, вот такое тоже возьмем. Не хочется потерять сортик. А там уж он за лето, хотел сказать, за осень и за зиму чего-нибудь из него отрастет. Ну, в этом случае я, конечно, возьму не 3, а 5-6 черенков. То есть сколько я смогу взять таких более-менее приличных. Вот. Вот еще. По поводу вот этих цветочков. Вот тоже был вопрос у меня в комментариях. Если уже цветочки, то что? Этот колиус все время теперь будет цвести и не будет давать нам хорошего кустика? Да нет, что вы. Конечно же будет. Обязательно будет. Почему колиус зацвел так быстро? Потому что условия его к этому спровоцировали. То есть было прохладно, было и солнце было жгучее, и ветер такой был, и прохладно по ночам. Поэтому колиус фактически сразу решил, что пришла осень. Не успели высадить, уже осень. Вот я срезала макушечку, и все в порядке. Вот такой череночек у меня будет на два междоузлия, вот с этими боковыми. Вот. Если что-то из верхних побегов пойдет в цвет, то, конечно, мы опять обломаем. Точно так же я выбираю хорошенькие, крепенькие черенки. Вот. Вырезаю макушку. Одной рукой не очень удобно. Вот. Вырезаю макушку, и вот такой черенок беру. Ну, вы поняли, короче, как это все будет выглядеть. Вот здесь у меня есть где разгуляться. Здесь более-менее есть чего срезать. Ну, а вот здесь будем уже выбирать. Вот с таких малышей. Тут тоже буду брать вот эти прям целиком. Вот такой вот кустик получается. Веточка кустик. То есть практически весь его нужно будет мне срезать, чтобы точно быть уверенной, что этот сортик у меня сохранится. Ну, и здесь примерно то же самое. То есть вот с этих малышек, естественно, нужно взять все, что можно. Здесь уж не до выбора. Здесь не до жиру быть бы живу, как говорится. Ну, и раз уж обещала, я покажу вам свои бегонии. Бегонии попутно хризантемы мультифлоры. Вот немножко предыстории. Почему в этом году так? Потому что весна у нас была, знаете, такая интересная. В начале мая, когда календарно мы еще боимся высаживать что-то в открытый грунт, ну, и вообще на улицу выносить, у нас было очень тепло. Ну, прям вот, ну, тепло. Когда же мы начали выходить на торговлю, мы в этом году немного пораньше, на пару недель даже раньше вышли на торговлю. То есть время как бы затрачено. Нужно торговать, нужно собирать товар. А потом вроде бы как и календарно уже пришли сроки, что нужно выставлять бегонии, высаживать там все цветочки, колюсы. В общем, все делать в огороде. Вернулись заморозки. Вернулись такие холода, что во время торговли я так сильно успела простыть, что кое-как выздоровела. Поэтому вот так получилось, что у нас лето разорванное получилось. Вначале очень тепло, потом очень холодно. Потом какой-то период был тепла, было такое жгучее солнце, я все вынесла. Бегонии стали гореть, поскольку они перестояли в теплице, переждали свое время, начали гореть. Потом вот эти холода ночные почему-то, такие, ну, нетипичные вообще. Не было, скажем, такого нормального периода теплого, с теплыми ночами, когда прям, ну, аж спать душно. Обычно так бывает в июне. Периода не было. И поэтому бегонии вот как получились. В этом году гораздо хуже. Единственное, что меня радует, так это ВЦ-шки. Вот они, эти ВЦ-шечки. Вот этот сортик с зеленой листвой крупными розовыми цветками, вообще потрясающий. В этом году я его первый раз высадила. Вообще он у меня новичок. Ну, мне очень нравится. Название вам не скажу. Не скажу. Ну, потому что я этикеточку проворонила, и она у меня сгорела. Соленья эприкот тоже гораздо хуже, чем могла бы быть. Кроме того, у меня погибло целых два ее кустика. Вот, ну, один маленький живой. Это был из свеженького череночка. И свеженького черенка всегда цветет замечательно. И вот только сейчас она начала так вот показывать себя, расцветаться, и уже все. И уже все. Сегодня, вот, например, не пойми, какая погода. Вот еще одна ВЦ-шка. Ярко-красная. Прям вообще горящая. Красная, с зеленой листвой. Краснеют у них листья. А листья как раз тоже краснеют от солнца днем и холода ночью. Вот из-за дневных, ночных перепадов. Бориас, представляете, это Бориас элатиор. Но он даже не зацветет в этом году. И вот еще один. Вот какие-то сорта у меня даже не зацвели. То есть я даже не знаю, что там ожидать. Вот беликония манго. Дай бог, чтобы вообще сохранилось. Это у меня сброд, который я получила в посылке. Которая была очень-очень неудачная. Ну и здесь три кустика, в общем-то, все вместе посадила. Ну, вроде бы ничего. Там будем посмотреть, что из них будет. Вот, какие-то сорта вообще. Вот эта ВЦ-шечка у меня Бадабум белая. Вот, она как-то не задалась. Вообще, ей вообще не зажилось. Это должен быть простой белый цветочек, но такой темный шоколадный листочек. Зато красоточка радует меня. Махровая Дабл Вайт ВЦ-шка. Она тоже страдала и от солнца, и от ветра, и от вообще всех неприятностей этой жизни летней. Но вот такие пуфики беленьких цветочков все-таки распустила. Я тут немножечко их причесала, и листик стал окрашиваться нормально, шоколад. То есть, когда солнце не стало таким жгучим. Ну, вот эти холода ночные, конечно, не красят. Вот, здесь вот еще что-то такое. Этикеточку не вижу. Какая-то беликония новенькая. Вот только-только начинаю. Только распушила кустик. Здесь еще одна красоточка. Вот первый цветочек отцветает. Это только первый цветочек. Посмотрите, вот тоже первый цветочек. Вот два их было. И вот вторые цветочки. И вот только я сейчас, уже в конце августа, только посмотрела, что же это такое. Вот еще одна красотка розовая, но с темной листвой. Вот эти меня радуют. Посмотрите, какая прелесть. Огромные цветочки. Огромный, яркий, такой насыщенный цвет. Красивая листва. Это мисс Малибу. Еще и в середине, в центре, там что-то такое беленькое. Очень интересная штука. Это беликония салман. Нынче дает тоже в центре какую-то белесость. Но кустик позорный. Позорный, что там говорить, надо признать честно. Прям позорнейший. Вот. Это беленькая. Это бегония, которая не махровая. Ампелечек. White Blush. Ой, забыла, как она называется. У меня есть такая же красная. Вот она. Но она у меня здесь в компании с белой. Вот беленькая и вот красненькая. Но кустики, конечно, в этом вазончике, кустики вообще ужасные. Так, ну, Sundancer Yellow более-менее. Хотя тоже так себе не очень. Sundancer White. Тоже не нравится ему погода. Да, простой цветок. И там, по-моему, должен быть еще один цветочек. Ну, может быть. Вообще-то это мужской цветок. У него нет семенной коробочки, но он почему-то простой. Ну, короче, не нравится им нынешняя погода. Вообще он хороший, красивый. Такой должен быть махровенький. Кустик, слава богу, более-менее нарос. Это портофина Orange. Портофина Коралл. Цвести начали, но кусты вообще никакие. И Sundancer Rose. Ой, вот такой отцветает. Здесь еще и дождем маленько похлестало. Ну, радует то, что хотя бы у меня сохранится сортик. Мне нравится. Здесь у него отвалились цветочки розочками он становится. Розочками цветет. Вот Sundancer Rose. Pink Rose называется правильно. Вот эта красоточка у нас... Ой, какая-то простая. Простой какой-то сорт. Честно говоря, забыла я. Забыла. Простые цветочки, но их должно быть много. Но тоже кустик начал развиваться только в концу лета. Вот более-менее наращивать кустик стала. К концу лета. Ну, беленькая. Беленькая простая. ВЦ-шечка. Более-менее. Более-менее. Ну, и латиорочка Валентина Pink. Вот она какая. Цветет, цветет, с ума сходит. Это единственная латиорка. Беленькая у меня. Вон там. Практически погибает. В общем, все это я буду затаскивать скоро в теплицу. Ну, и вот мои мультифлорочки. Мультифлорки у меня стояли расставленные по грядкам. И в между грядков. После мы их втащили все сюда. Одной группой. Ну, практически все мультики набрали цвет. Практически все. Сейчас бы им немножечко бы солнышко. Хоть чуть-чуточку. Хоть несколько дней. Хоть неделечку. И у нас было бы здесь прям красота красотная. Ну, в принципе, с мультиками ничего страшного. Можно их унести в тепличку. И там они доживут еще. И заморозки им нипочем. И все будет прекрасно. Единственное, уже начинает распускаться Трики Вайт. Прям хорошо так распускается. Вот. Радует Биденс. Биденс ярко-желтый. Вот так цветет. Просто бешено. Цветет горшочек у них совсем небольшой. И еще один. Биденс тоже совсем небольшой горшочек. Ну, вот такая вот красотища. Красотища. Еще мне понравилось, как себя повели вот эти вот товарищи. Это коллизия. Коллизия зеленая. Ну, она на солнце, на ярком, видите, она немножко стала оливковой. То есть, как желтая. Вот. Ну, на самом деле, она зеленая. Вот снизу, там, где не было пекущего солнца, она вот реально зеленая. А здесь вот она такой даже розоватый какой-то, оливково-розоватый цвет, что ли, приобрела. Какой-то фиолетовость есть. Ну, в общем, раскрасилась. А розовая коллизия, она страдает больше от туманов, от холодного ветра. Посмотрите, вот она покрылась такой вот желтизной, такой коричневостью. Вот, видите, не очень, да. И плотная-плотная, очень плотная шапка. Вот сейчас, если ее занести в теплицу и поставить, она такая попышнее. Пилея депресса, депрасса, правильно сказать. Очень потрясающая девочка. Буду на следующий год ее просто вот вообще вам рекламировать, поскольку это вообще беспроигрышный вариант. Это лучше, чем даже коллизии. Посмотрите, какой мелкий-мелкий листочек. Очень плотная шапочка. Очень плотная, абсолютно солнце выдерживает. Ну, все перипетии нынешней погоды выдерживает. Плотная, очень плотная. Там, ну, не пробиться такой толстый слой. Засухоустойчивая. А вот с светлой продисканцией, с белой, ну, как-то вот вообще не задалось, потому что она любит солнце. Она, когда было тепло, выглядела прекрасно. Но потом у нее появились вот такие вот коричневые кончики. Вот она засухоустойчивая. Она не любит перелива. Здесь ее дождями немножечко подлило. И она стала вот такой. То есть ее нужно еще привести в норму. Кстати, вот если вы видите среди общей массы такой варигатной листвы побегов, видите вот такой чисто зеленый, обязательно его удаляйте. Поскольку это спортивный побег, это возвращение к истокам. То есть здесь много хлорофилла, просто зеленый цвет. И этот побег будет очень быстро-быстро выбиваться и отрастать. А вот это все красивое варигатное, белое, оно будет очень сильно отставать. Ну, у меня из петунии богатство небольшое. Было всего лишь 3, ой, 4 горшка, которые не продались в свое время. И я их оставила, ну, посмотреть, как оно вообще у меня получится в этом году. Кстати, хочу сказать, что горшки здесь абсолютно небольшие. Вот 2 литра нарастили приличные шапки, стояли до последнего красотками. Ну, опять же, наверное, скорее всего, туман их побил. Посмотрите, цветочки испортились резко, резко все испортилось. А были просто цветные шары. И все, то есть они уже пришли в негодность. Что не сказать о маленькой петунии, о меленькой, с мелкими цветочками, мини-тунии. Смотрите, цветочки всех красоточки. Причем высаживала я их гораздо позже, чем вот эти вот в горшках. Это вот такие были, это вообще-то вегетка. Ой, не помню, как она зовется. Ну, в общем, это были такие длинные, потянутые побеги. Я их посадила в 30-литровый горшок. Здесь у меня дерево. И вот они так свисали. Я их не стала никак не обрезать, не формировать. В общем, они сами наросли. Посмотрите, какие плотные языки. Такие вот прям плотные-плотные язычки. Много цветочков. Ну, в общем, мне очень понравилось. Смотрите, как все здорово заросло. Просто обалдеть. Ну, и здесь примерно то же самое. Георгин вот только-только, в единственном числе, только-только бы ему тоже тепла. Ну, и вот композиция с колеусами и с петунией тоже хороша. Прям хороша. Петунии себя прям хорошо чувствуют, потому что, видимо, большой горшок. Такие яркие цветочки. Прям как-то даже устойчивее они стали. Ну, колеусы, если пропустить ночь одна, и все, колеус погибнет. Хотя композиция мне нравится. Хорошо выглядит. Ну, в общем, как вы понимаете, друзья, не всегда все зависит от наших рук, от наших умений. Не всегда. Иногда погода вносит свои коррективы в развитие наших растений. Поскольку, ну, погода, климатические условия, это, ну, бывает непреодолимый фактор. Да, мы можем там заносить, выносить там туда-сюда. Но ведь мы же живем, мы же живем не ради того, чтобы таскаться только с цветами. Мы же живем для того, чтобы цветы-то нас радовали. Ну, вот нынче так. Нынче не очень хорошо радуют. А не, например, меня вот поэтому. Как получилось, так и получилось. Пишите, как у вас. Смотрите канал. И стройте свои планы на следующую весну. Ничего, друзья, прорвемся. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова